Былое нельзя воротить Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Вот это уже задачка Ну, во-первых, вопрос первый Что значит заземленная сфера? Это значит, что она присоединена к Земле Земля, как известно, является проводником Поскольку, как наши американские коллеги нам объясняют Земля плоская и бесконечная То потенциал Земли равен чему? Нулю А если у нас проводник проводником присоединен к проводнику с нулевым потенциалом То потенциал сферы сколько? Ноль Поэтому, если нам говорят, что-то заземлено Это другой способ сказать, что потенциал равен нулю Больше в слове «заземлено» ничего не содержится Ну, черт его знает, как решать эту задачу Давайте попробуем Нет у нас гарантии, что что-то получится Решить эту задачу методом изображения Понятно, что поле должно быть симметрично И потенциал относительно вращения вокруг этой оси Поэтому, если заряд изображения есть Он тоже должен создавать свое поле Это поле должно быть тоже симметрично Относительно такого вращения Поэтому, если заряд изображения есть То он находится на этой оси Только я не знаю Ни величину заряда Ни расстояние до центра, понятия не имеют. Но мы должны придумать такое положение и такую величину заряда изображения, чтобы потенциал, создаваемый этим зарядом и зарядом изображения, на поверхности сферы в любой точке равнялся чему? Нулю. Есть? Есть? Первая простая идея. Выберем две... У нас два неизвестных. Сколько уравнений надо? Два. Первая простая идея. Выберем две удобные точки. Вот эту и вот эту. И потребуем, чтобы потенциал был ноль. Все решится. Будет только одна неприятность. Надо будет еще после этого доказывать, что и у других будет тоже ноль. Поэтому мы пойдем другим путем. Мы попробуем сразу потребовать, чтобы для любого угла альфа потенциал на поверхности сферы равнялся нулю. Попробуем подобрать такое положение и величину заряда, чтобы для произвольного альфа потенциал равнялся нулю. Вот скажем в этой точке. Давайте эту точку соединим с нашим зарядом R+, а просто R, а эту R'. Тогда понятно, что потенциал в этой точке складывается из потенциалов, создаваемых настоящим зарядом, и потенциалом, создаваемым поверхностным зарядом, который выступил. Но этот заряд я хочу заменить зарядом изображения. Ну, наверное, мы догадываемся, что величина заряда изображения должна быть отрицательной, чтобы потенциал был ноль. Потенциал положительно заряженного точечного заряда это Q с ноликом делить на R. Потенциал заряда изображения это минус Q' делить на R'. А вот такой R. Или Q с ноликом. Как найти это расстояние? Преугольник непрямоугольный. Потерянули косинусы. Это корень квадратный из R в квадрате плюс R больше в квадрате минус 2 R R больше на косинус Аль. И от этого надо отнять Q' Но это расстояние тоже по теореме косинусов найдем. Это корень из R в квадрате плюс R штрих в квадрате минус 2R R штрих косинус Аль. И это равенство должно выполняться при любом Альфа. То есть у нас вообще бесконечно много уравнений. Но следующее, что приходит в голову, перенести это в другую часть со знаком плюс и возвести в квадрат. Получится Q с ноликом в квадрате. А знаете что? Я не только его заведу в квадрат, чтобы не было знаменателя, я еще крест-накрест перемножил. То есть Q с ноликом в квадрате на квадрат этой штуки должно равняться Q штрих в квадрате на эту штуку. Q с ноликом в квадрате на R в квадрате плюс R штрих в квадрате минус 2R R штрих косинус Альфа должно равняться Q штрих в квадрате на R в квадрате плюс R больше в квадрате минус 2R R больше косинус Альфа. Должно выполняться такое равенство. А вот теперь стандартный прием, который рекомендую запомнить Давайте все содержащее косинус альфа в одну сторону Все без косинуса альфа в другую Получится Q с ноликом в квадрате R в квадрате плюс R штрих в квадрате Минус Q штрих в квадрате На R в квадрате плюс R больше в квадрате Я это и это собрал в эту сторону Должно равняться Должно равняться От этого слагаемого Q с ноликом в квадрате 2R R штрих Минус Q штрих в квадрате 2RR больше На косинус альфа Еще раз Альфа должно быть каким угодно В каждой точке потенциал должен быть нулевым А если так То я утверждаю, что эта штука и эта штука должна равняться нулю Но если совсем кто-то не верит Давайте возьмем такой угол альфа, чтобы косинус равнялся нулю 90 градусов Если косинус 0, то вот эта штука обязана равняться нулю Это 0 А теперь возьмем альфа, когда косинус равен единице Тут 0, тут единица Поэтому эта штука должна равняться Это называется, что мы приравняли коэффициенты при независимой переменной Косинус альфа может принимать любое значение Поэтому это тоже здесь, что может выполняться, только когда это равно этому Ну, господа, во-первых, мы получили кучу уравнений Q с ноликом в квадрате r квадрат плюс r штрих в квадрате должно равняться Q штрих в квадрате r в квадрате плюс r больше в квадрате Это одно уравнение И второе уравнение Q с ноликом в квадрате на 2r можно сократить На r штрих должно равняться q штрих в квадрате на r больше Это второе Ну, теперь вижу, понятно, что надо уравнение поделить Поэтому получится r в квадрате плюс r штрих в квадрате умножить на r больше Я поделю и на это я не могу Равняется r в квадрате плюс r больше в квадрате на r штрих О, господа, для r штрих-то уравнение получилось Вообще для r штрих получилось квадратное уравнение Мне лениво решать квадратное уравнение, поэтому я лучше разложу на множители Все с r большим влево r большое в квадрате на r больше минус r штрих Все без r большого направо r больше в квадрате r штрих минус r штрих в квадрате r больше Здесь вынесем за скобки r больше r штрих И останется r больше минус r штрих Вот такая штука должна равняться такой штуке Ну, во-первых, сразу видно, что есть два решения Первое решение r штрих равняется r больше Но если r штрих равняется r больше То тогда сразу же получается, что q штрих в квадрате Должно равняться q с ноликом в квадрате Поэтому q штрих должно равняться плюс-минус q с ноликом Ну, понятно, что, возводя в квадрат, я лишние корни заработал Ну, давайте посмотрим Если r штрих равно r больше Мы заряд изображения должны поместить сюда Какой же надо взять знак заряда изображения Чтобы потенциал поверхности равнялся нулю? Ну, наверное, отрицательный минус q с ноликом Ясно, что если я сюда воткну заряд минус q с ноликом То поле будет ноль И тогда потенциал поверхности ноль Поэтому первое решение, как сделать нулевую поверхность По потенциалу Поместить сюда отрицательный заряд Или убрать заряд q с ноликом Это решение имеет смысл? Да Да Поле таких двух зарядов ноль Это решение для поля внутри шарика Поле внутри шарика должно быть ноль Кстати, когда я говорил об электростатическом Свойстве проводников Я забыл сказать вот о чем Если у нас есть проводник А внутри есть замкнутая полость Не проводящая с воздуха Но в полости нет зарядов То в такой полости поле тоже ноль Доказательство метода мотопротивного Пусть не ноль Тогда внутри этой полости Должна быть силовая линия Но силовая линия не может начаться И оборваться в вакууме Она может быть только на зарядах Начинаться и оборваться Поскольку в полости нет свободных зарядов То заряды могут выступить только на поверхности полости Поэтому если есть линия То она должна начаться на поверхности Должна закончиться на поверхности Вот такое еще можно себе представить Но я утверждаю, что и такого быть не можно. Нарисуем такой замкнутый контур. Вдоль линии, обратно внутри проводника. Если я единичный заряд потащу здесь, вдоль линии, и сила смотрит, куда я перемещаю заряд, тут работа положительна. Тащу обратно в проводнике, работа ноль. Когда у меня получилось, что интеграл по замкнутому пути от Q с ноликом E, D, L положительна. А так нельзя. Поэтому в любой замкнутой полости внутри проводника поле обязано быть ноль, если там нет свободных зарядов. Здесь у нас замкнутая полость внутри проводника, и поэтому поле здесь обязано быть ноль. Поэтому поверхностный заряд внутри шарика создает такое же поле, как заряд в минус Q с нуликом. И в сумме здесь поле ноль. Ну а второе решение, понятно, что если это не ноль, то на это можно сократить. И тогда мы получаем второе решение. R' равняется R в квадрате делить на R больше. Поскольку R больше, больше, чем R, то это можно написать как R на R на R больше, но эта штука меньше единицы. Поэтому R' меньше, чем R. Поэтому заряд изображения, второе решение, находится внутри шарика. Если мы нашли его положение, то отсюда я легко найду величину этого заряда. Q' в квадрате – это Q с нуликом в квадрате на R' делить на R больше. или Q с нуликом в квадрате R больше. А R' – это R на R больше в квадрате, поэтому будет R в квадрате на R больше в квадрате. Отсюда Q' равняется плюс-минус Q с нуликом на R делить на R больше. Естественно, поскольку R больше... Да, понятно, что надо взять со знаком минус, иначе мы нулевого потенциала здесь не создадим. Но поскольку R больше, больше, чем R, то по модулю Q' меньше, чем Q с нуликом. Поэтому второе решение – это когда мы ставим сюда заряд изображения, сюда, и снаружи поля создается полем заряда Q с нуликом плюс поверхностным зарядом, который можно заменить зарядом изображения, но он по величине меньше, чем Q с нуликом. Осталось картину силовых линий. Как всегда, отсюда линии выходят, будто у нас есть один заряд, и больше ничего нет. Потому что поле спадает, как единица на R в квадрате, и когда R стремится к нулю, главный вклад в поле дает этот заряд, и отсюда выйдет столько линий, сколько заряда здесь есть внутри гауссовой коробочки. Если я теперь окружу сферу гауссовой коробочкой, то внутри сферы имеется заряд Q' меньше, чем Q, и поэтому сюда войдет линий меньше, чем вышли отсюда. Поэтому, в отличие от заряда над плоскостью, заряд у сферы не все свои линии убьет на поверхности сферы. Ну, наверняка эта линия придет сюда. Эта линия пойдет как-то так, чтобы ее продолжение пришло сюда. Эта пойдет как-то так, чтобы продолжение пришло сюда. Эти линии, конечно, войдут в прямом углу. Эти линии как-то пойдут вот так, чтобы их продолжение вошли сюда. А вот эти линии немножко завернут, но не хватит им притяжения этого заряда, они уйдут на бесконечность. Ну и это уйдет на бесконечность. Вот так все выглядит. Ну и понятно, что этот заряд будет притягиваться к такой сфере, как притягивается этот заряд к этому. Ну и теперь тоже анекдот из жизни. Когда я попал первый раз на городскую олимпиаду по физике в восьмом классе, я был глупый, наивный. Ну и задачи там были глупые. Короче, одну задачу я решил правильно, но представляю, как... А там еще было устно, надо было защищать задачи. Представляю, как они ржали, мой правильный ответ услышал. Потому что ответ-то был правильный, а решение было идиотское. Задача была такая. Имеется положительный точечный заряд, это восьмиклассникам давали. Точечный заряд. И металлическая сфера. На некотором расстоянии от него. При этом оказалось, что сила, действующая на заряд, равна нулю. Вопрос. Какой дополнительный заряд сообщили сфере? Надо было не число сосчитать, а ответить положительный, отрицательный или никакой. Я ответил правильно. Я сказал, конечно, положительный. Поскольку между этой сферой и зарядом есть гравитационное притяжение, закон всемирного тяготения никто не отменял. Поэтому надо гравитационные силы сменить, скомпенсировать отталкиванием. Поэтому надо немножко положительно заменить сферу. Ответ был правильный. Но, конечно, это был полный идиотизм. Потому что на самом деле все по-другому. Под действием поля этого заряда положительные заряды ушли сюда. А отрицательные заряды, пока сфера нейтральная, притянулись сюда. Если сфера нейтральная, то отрицательные заряды ближе, чем положительные. И поэтому наш заряд будет что делать? Притягиваться. А чтобы это скомпенсировать, этот эффект на порядке больше, чем гравитационное взаимодействие. Ну, конечно. А чтобы скомпенсировать, надо сюда еще до положительного заряда добавить. А не подразумевать. Но вы не в восьмом классе учитесь, поэтому задача. Сфера радиуса R. Вначале нейтральная. Расстояние до точечного заряда R больше. Известно, что сила взаимодействия заряда со сферой 0. Какой заряд дельта Q надо добавить в сфере, чтобы так получилось? Не плюс-минус, а сколько? Я чуть-чуть подскажу. Давайте попробуем решить эту задачу, когда сфера не заземленная, а нейтральная. Решать я ее буду так. Пока еще этого заряда нет, я ее заземлю. Потом поднесу этот заряд. Когда я буду подносить этот заряд, надо, чтобы поле внутри было 0. И поэтому здесь будет наводиться заряд изображения. Какой? Отрицательный. И тогда по мере поднесения заряда по этому проводу из земли сюда побегут электроны. Чтобы собрать здесь отрицательный заряд, так, чтобы поле в сфере было нулевое. Сколько электронов? Какой заряд пробежит здесь? Курс трех, который мы умеем считать. А теперь нам надо сделать нейтральную сферу. Я теперь поступлю следующим образом. Сюда набежало вот столько электронов. Чтобы сделать сферу нейтральную, я отцепляю ее от земли. И должен столько же добавить какого заряда теперь? Положительного. Спрашивается, а куда его расположить? Смотрите, этот заряд и этот образуют силовые линии, которые входят в сферу под каким углом? Под прямым. И под прямым они должны входить всегда. Поэтому я должен добавить еще, если я хочу добавить заряд, я его должен добавить так, чтобы от него силовые линии тоже проходили под прямым углом. Куда его надо поставить? Поэтому, если у вас есть задача о точечном заряде и нейтральной сфере, она решается вот таким методом изображения с помощью таких зарядов. Минус Q' здесь и плюс Q' здесь. И нейтральная сфера взаимодействует с точечным зарядом, как с двумя такими точечными зарядами. Где Q' мы с вами сосчитали и R' мы с вами сосчитали. Да? Да? Нет. Поскольку эти заряды уже определяют перпендикулярную поверхность. Нет. Конечно, этот заряд плюс Q на самом деле не в центре будет. Он просто равномерно распределится по поверхности сферы. Мы же с вами знаем, что равномерно распределенный по поверхности сферы заряд создает такое же поле, как точный заряд в центре. И эта система создает ортогональные линии к поверхности сферы, а этот заряд добавит линии тоже ортогональные. На границе у нас будет постоянный потенциал, по теореме единственности ничего другого быть не может. И понятно, что поскольку этот заряд изображения ближе к этому заряду, чем этот, будет притяжение. А чтобы сила была равной нулю, надо сюда добавить что? Ну, еще сколько-то надо сосчитать, сколько. Да? Да. Ну, наверное, поскольку этот заряд выгонит линии, если мы просуммируем, то сюда меньше заряда, теперь линии войдет, когда у нас шар нейтральный. Конечно, у нас теперь заряд здесь стал меньше, заряд у нас стал ноль, да? И когда у нас нейтральный шар, то вообще ни одна линия отсюда сюда не войдет, кроме этой линии. А все остальные уйдут на бесконечность, потому что здесь заряд ноль. Да. А теперь вы знаете, какие задачи можете решать? Жуть. Совершенно жуткие задачи. Представьте себе плоскость, из которой торчит полусфера. И вот здесь имеется заряд. Как же он будет взаимодействовать с плоскостью и полусферой? Ну, понятно, что надо придумать такую систему изображений, чтобы потенциал и плоскости, и сферы был ноль. Я усложню задачу. Я потребую, чтобы потенциал всей плоскости был ноль, и потенциал всей сферы был ноль. Ну, во-первых, чтобы потенциал плоскости был ноль, я поставлю вот сюда заряд изображения. Тут кус ноликом, здесь минус кус ноликом. Теперь потенциал поверхности равен нулю, но потенциал полусферы не равен нулю. Чтобы он был ноль, я сюда поставлю заряд изображения Q' Мы помним, как его считать. Теперь эти два заряда делают их и потенциальную сферу, но портят все этот потенциал. Догадывайте, что надо сделать? Поэтому наш заряд Q' с ноликом будет взаимодействовать с такой плоскостью, с торчащей полусферой, как с такими тремя зарядами. Ну, а сейчас я вас напугаю. Давайте чуть-чуть изменим задачу. Ямка. Ну, первое, что приходит в голову, да все то же самое. Только, господа, это неправильное решение. Потому что если здесь, заметьте, что все заряды изображения оказались по другую сторону от границы. А здесь заряд изображения попал в то же пустое пространство, и тогда сюда сойдутся силовые линии. И тогда в пустом пространстве у нас сойдутся силовые линии, а без заряда они сойтись не могут. Ведь на самом-то деле здесь нет заряда. Заряд-то на поверхности расположен. Господа, вот такая задача решается методом изображения, а такая задача не решается методом изображения. На самом деле вы можете теперь решить и другую задачу. Бесконечный цилиндр металлический. А рядом с ним бесконечная нить. Как вы думаете, что будет изображением? Бесконечная нить. А как вы думаете, если смотреть сверху, на каком расстоянии? На таком же, на инверсии. Только вы не сможете теперь приравнивать нулю потенциал, потому что у бесконечной нити потенциал логарифмический. Значит, на бесконечности его нельзя делать нулю, а цилиндр уходит на бесконечность. Поэтому здесь придется искать изображение из соображений, чтобы электрическое поле, создаваемое этими двумя нитями, смотрело в любой точке под прямым углом. Или, чтобы потенциал поверхности цилиндра по углу не менялся. Чтобы эта поверхность была эко-потенциальной. Хоть из этого соображения можно найти положение и величину заряда изображения. Кстати, если здесь я пользовался теоремой косинусов, здесь сработает теорема синусов. Альфметика будет другой. Но расположение нити будет такое же через операцию инверсии. Ну и здесь я вам расскажу еще один печальный анекдот. Вот когда-то на физфаке мы создали новое направление, прикладные математика и физика. Когда начинался в России бизнес, подошел один человек, Чао, он, кстати, он в Крыму у него, он сделал там фирму Таврида Электрик. Они делают интеллектуальные линии электропередач. Когда в них попадает молния, им надо переключиться. Они сами думают, как переключиться. Не дурак-оператор на пути, а система сама переключает. И он достаточно успешен. Например, у фирмы, по-моему, у Симмонса или у какой-то такой выиграл грант, утащил оттуда на электрификацию Африки. Так, ни много, ни мало. И он пришел на физфак и сказал, говорит, ну, говорит, я знаю вас, физиков. Вам ставишь проблему, вы говорите сперва, какие были дураки те, кто писал уравнения по этой проблеме до вас. После этого вы думаете пару лет, пишете уравнение, доказываете, что у него есть решение, единственное решение. После этого вам становится неинтересно, вы говорите, что задача решена. А мне-то, говорит, надо, чтобы все работало, чтобы уравнения-то решались. Ну и вот он попросил нас создать новое направление прикладная математика и физика. Это как бы хорошая физика, хорошая математика и компьютер сайминг-хороший. И главный лозунг на этом направлении, что любая задача должна быть решена до числа. Не важно как. Нашли в интернете решение, слава богу, она должна быть решена. Но если вы не можете решить задачу аналитически, найдите программный софт, который решает это численно. Если нет такого софта, это тоже неоправдание, тогда напишите софт. Если не можете написать, то не нахуй. Вот такая идеология. При этом надо сказать, что там было обучение наоборот. Там обучение было на платной форме. Только за них платила фирма. А им сверху платили неудесстеренную, а устаренную стипендию. А любому преподавателю, который хоть один курс читал, платили вторую зарплату. Но каждый, кто получал эту стипендию, должен был подписать, что он после этого 10 лет на фирме отработал. Ну, ему там сразу давали в Севастополе квартиру, машину и делали не ниже замзав лаборатории. Ну, как-то желающих отказаться. Да, он еще говорил, что меня интересует вакуумная плазма, которая возникает в разрядах, что когда разъединяешь высоковольтную цепь, там возникает разряд, ему ее тушить надо. Говорит, мне нужна теория вакуумной плазмы. Я ему говорю, дорогой, для того, чтобы потушить разряд, не нужна теория вакуумной плазмы. Ты возьми, подуй воздухом или газом. Это дешевле, это гораздо дешевле, чем теорию плазмы создавать. Это легко найти. Он говорит, мои деньги хочу. Но потом оказалось понятно, что там было. На самом деле, у него сын учился в восьмом классе. Школы? Хороший мальчик. Он понимал, что в России образование развалилось, он решил за свои деньги в маленькой области создать нормальное образование. При этом он выбрал, потом уже оказалось, он выбрал конкурентов нас и МФТИ, он и там, и там с этим сделал. Но МФТИшники у них пальцы располагаются. Они, конечно, его с его программами и моделированием послали, и они делали все, как делали. В конце концов, ПИСФАК выиграл конкурс за право учить его сына. Но дальше там было много интересного. Короче, его сын влюбился. А поскольку его избранница пошла в МФТИ, и он пошел в МФТИ, вопреки папаше. Я говорю этому, ну что, грант наш кончился? Нет, говорит, мне нужна вакуумная плазма сейчас. После этого там мадемуазель кинула его сына. Жуткая вещь. Он пошел в загул, там стал играть во всякие. В мафии. В МФТИ может даже ничего не делать. И папаша спохватился, когда он до третьего курса там ничего не доделал. Тут до него дошло. Когда он его взял за шкирятник, вытащил из МФТИ, кинул на ПИСФАК, на первом же экзамене по матфизике его сын вылетел с треском с этого экзамена. И математике сказали, что он не получит ни зачета, ни экзамена. Никогда. В жизни. Короче, он загудел в армию. Конечно, Чалой мог откупить своего сына от армии. Но он человек нормальный. Он сделал только одно. Он добился, что его взяли на флот в Кронштадт, чтобы из окна казармы он видел ФИСФАК напротив. Через три года тот вернулся на ФИСФАК, всё понял, быстро закончил, защитился. Ну и кто из них сейчас владеет? Тавридоэлектрик, я не знаю, ли Пачало, или вы его сын. Вот такая история. Так вот, в этой группе было обязательное условие, что каждый семестр должен был защищать курсовик либо по физике, либо по математике с компьютерным моделированием. Вот кто учился вот на этой платной наоборот форме? Да, кстати, когда проводили экзамен на платную наоборот форму, там был шуткий экзамен, а те, кто не проходили, шёл на бесплатную на нормальную. Ну и сам Мчалый всегда ездил на защиту этих курсовиков. Ну как ездил? На верталете своём летал. Вот. Ну и один раз был жуткий позор. Одной девочке дали такой курсовик. Они очень любили программную систему Энсис, которая моделирует, хорошо физику. Ну, кстати, когда он пришёл на физфакт, сказал, что мне надо, чтобы все на Энсисе моделировали. Ну, понятно, что физфакт и сказали, Энсис, вот, нераспараллеленный. Давайте мы вам эту деревню распараллелим, чтобы на суперкомпьютере хорошо шло. Он сказал, ребятки, вы не платёжеспособны. Энсис, конечно, нераспараллеленный. Но если из-за ошибки в расчёте будет авария, мне Энсис компенсирует. Все расходы. Вы, распараллеливатели, сколько миллионов можете дать сразу? Что сказали великие физики, программисты и математики? Вон отсюда. Вы будете на Энсисе всё делать. Вот так. Так вот, была работа, конечно, Энсис не нравился физфактам. Была работа ущучить Энсис. Посмотрите, насколько он хорошо считает. Идея была такая. Вот такая система. Такая бесконечная труба. Ну, кусок цилиндра. И ещё две плоскости. И имеется нить. Вы понимаете, что там, где углы, численно считать потенциалы и поле очень плохо. Ну, уравнения плохо сходятся. А Энсис такие системы должен уметь. Он не знает методы изображения. Он честно всё считает. И была задача у девочки проверить, насколько Энсис хорошо считает. То есть, задать Энсису такую задачу, чтобы он сосчитал поле. Второе. Решить эту задачу методом изображений. И сравнить, правильно Энсис считает или нет. Ну, девочка долго не думала. Она дала Энсису. Решила эту задачу методом изображений. Ну, как вы понимаете, чтобы эта была экопотенциальная нить изображения здесь находится. Но надо ещё сделать это и это экопотенциальная. Поэтому эта задача решается. Ещё здесь нить изображения. Здесь нить изображения. Здесь нить изображения. Здесь нить изображения. здесь нить изображения и здесь нить изображения вот эти раз 27 зарядов решают эту задачу методом изображения не зарядов а нити они обеспечивают их потенциальность всего мы когда она рассказывала своем исследовании она сравнивала это решение с решением энсиса и вот в этих углах относительная погрешность было меньше чем 10 минус 6 6 минус 6 это очень и все было хорошо все были в восторге одна беда только было нить изображения действительно находится на расстоянии r штрих равный r по квадрате на я тут заряд был q заряд изображения равнялся q r делить на r больше она и нить сделала такой же а в цилиндрической симметрии заряд изображения нить изображения не так получилась она сделала так и у нее все совпало это означает что на самом деле она ничего не сделал а все нарисовала фотошопе потому что нить изображения имеет плотность заряда не равна r в квадрате на r больше для совсем даже другую а ее научный руководитель плохого нет но для второкурсница то может это и ничего я не хорошо подделывать задачи но не знать как решается методом изображения задачи но девочки со второго то курса можно вот ее научному руководителю который работает на високе нельзя есть некоторый бэкграунд который физик должен иметь но девочку перевели на бесплатную форму обучение мужик уволился не на такой позор так опозориться на весь висок что ты не умеешь решать задачи цилиндрической семьи поэтому решите дома и сосчитайте как это очень неприятно ввиду а 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